Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители, с вами Грегор, и это небольшой новостной блог на моём канале. И сегодня ещё первая новость о том, что я в воскресенье 2 января, в общем, я был в это время в автовокзале, то есть мне нужно было ехать на дачу. В общем, я зашёл в один киоск, там, в общем, где, в общем, продавались различные аксессуары для телефонов, и, в общем, край я, в общем, приобрёл себе отдельный микрофон. То есть мне не понравилось то, что у меня отдельно, то что встроенный микрофон на ноутбуке, который я сейчас сижу, это Lenovo Idiopat 330, кстати, временный. Так вот, в общем, мне не понравилось качество звука, которое сдаётся из встроенного микрофона, поэтому я решил закупить себе новый, то есть, ну, как, ну, отдельный, вот сказать, съёмный. И, в общем, я его несколько раз проверял, качество звука, ну, да, по моему мнению, нормально, так что пишите в комментариях, оставляйте этот микрофон или нет. И вторая новость о том, что я обновил версию Sony Vegas Pro с 13 на 14. Началось всё ещё с того, в том, что я на свой Lenovo Diopat 330, кстати, я его использую буквально, где-то там уже больше месяца. Ну, так вот, я, в общем, поставил Sony Vegas Pro 13, и я пытался поставить ещё и плагины для, то есть, эти, этот, Red Giant Universe, те, кто в курсе, это плагины, то есть, для, то есть, его со спецэффектами, в том числе VHS. Так вот, я пытался, но какие-то, какое-то время были какие-то технические шоколадки, ну, как технические, так, просто у меня была проблема с этим плагином, с установщиком, то есть, либо он не стоял, либо дольше запускался, устанавливался, и мне пришлось тотально снести Sony Vegas 13 на поставить 14. То есть, я поставил Red Giant Universe, этот плагин, с версией 3.3.3, поддерживающей версии Sony Vegas выше 14. То есть, 13 версию он не поддерживает, и мне пришлось взять 14. Но, по функционалу, 14 версия не отличается от 13, разве что небольшим изменением дизайна. Вот, в принципе, и всё. Есть также и третий новосток, что у меня нету на данных момент видео, то есть, идеи для видео, поэтому, если у вас есть идеи, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях под видео. Ну, и напоследок, друзья, я хочу ответить насчет проекта Город Майнкрафта второго сезона. В общем, на данный момент у меня пока что нету ни одного видеоролика нового по этому проекту, поскольку у меня нету идеи, что строить, тем более, нет желания делать видео. Поэтому, друзья, прошу вас тоже писать об этом идеи, что построить для проекта Город Майнкрафта, а заодно писать идеи для других видеороликов. В принципе, у меня на этом пока всё, понравилось или нет решать вам, с вами был Грекор, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, а также заглядывайте ко мне в группу ВКонтакте и в Дискласс, ссылка в описании. С вами был Грекор, до новых встреч, до новых роликов, всем пока.